Понимаете ли вы, почему украинцы никогда не простят Алексея Навального? Есть поверхностное объяснение за ряд его выступлений, связанных с бутербродом. Вы это хотите услышать? Тогда по-другому. Мы говорили с вами в четверг о большом обмене, о том, как вернулись из тюрьмы российские политические заключенные. Да, и я скажу вам честно, что вот с четверга на пятницу очень многие эксперты говорили очень много теплых слов, хотя вы сами прекрасно знаете отношения, в принципе, к россиянам, и все радовались за карамурзу до тех пор, пока они не заговорили. Ну, понятно, да. Но я уже это комментировал и вчера, и в ряде других мест. Я действительно считаю, что не отменяем тот факт, что трое этих важных лиц в российской оппозиции, которые вчера дали пресс-конференции, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Крамурза, люди честные, искренние и идейные, глубоко идейные. Они свою идейность доказали тюрьмой, поверили тюрьмой, как говорили раньше о диссидентах. Но все остальное, что касается их либеральных взглядов и представлений о том, как нужно понимать гуманистические ценности, как нужно понимать жертвенность, как нужно понимать коллективную ответственность, вот с этим они расходятся не только с украинцами. Я думаю, они расходятся значительным числом и людей, и выходцев из России, в диаспоре проживающих и так далее. Конечно, вопрос санкций, который так трактует, допустим, Владимир Крамурза, с этим нельзя согласиться. Потому что за, казалось бы, риторикой в пользу человеческого начала, что нужно людей отделить от власти, нужно народ отделить даже от государства. Ну, в общем, скрывается очевидная, значит, безответственность. У нас был такой мем в начале войны, ну, правда, мем, что русские же ни в чем не виноваты. Ну, да, русские ни в чем не виноваты. Ну, что русские ни в чем не виноваты. Я как бы выяснил, что это не работает вообще. Ну, я понимаю иронию, значит, того, что под этим подразумевало украинское общественное мнение, но ведь и в отношении русских самих они должны себе должны признаться, что попытка снять ответственность с россиян, она не работает, она вообще ничего не дает, она ни к чему не ведет. Попытка быть хорошим там для них, для россиян, ставит ряд вопросов. Ну, хорошо, если мы так за них боимся, особенно за путинское большинство, оно есть. Оно есть, глупо его отрицать. Оно есть, неважно, оно страхом, насилием, искренностью достигнуто, но оно и существует. Даже если человек из страха совершает преступление под воздействием, под приказом, это не освобождает его от ответственности. Вот в чем все дело. Ну, это принцип, так сказать, в уголовном праве. Хотя у нас легко экстраполируется инополитика уголовную, криминальную и моральную ответственность, которую мы пытаемся возложить и на русское общество. Сейчас вообще принято считать, что те россияне, которые, ну, политические россияне, которые говорят о центральном судьбе самого русского общества, вопроса об Украине и о войне, они сейчас вот, ну, как-то сегрегируются, потому что это вы слишком упали в украинство. Это вы вот слишком подменили интересы русские на интересы украинские. Есть такое, есть. Я не буду называть фамилии, но в политическом спектре русской оппозиции в эмиграции, ну, другой нет, потому что в России они все в тюрьмах сидят. Есть такой тезис. Это очень ложный, очень нехороший тезис. В случае с Владимиром Карамурзой, который там именно так трактует необходимость завоевывать доверие, убеждать людей в России выступить, изменить свое отношение к Путину, к войне и так далее, наверное, благодаря отмене санкций или, там, я не знаю, уменьшение их воздействия на эту часть, можно вызвать это доверие. Я вот в этом совершенно не убежден. И когда он говорит, не верьте, что россияне поддерживают Путина, ну, он либо не понимает, сидя в тюрьме, может, он действительно получает письма от тех, а их они есть, их миллионы людей, которые не поддерживают. Путина и войну, это правда. Но из 140. Не из одного миллиона, миллион не поддерживают, а из 140. Может, не поддерживают, я не знаю, 10, может, 20 миллионов, неважно. А вот остальные даже участвуют в этом вообще. И убийства, и разграбления Украины, к сожалению, величайшему. И мы не говорим, что нужно коллективную вину распространять вообще на весь народ, невзирая на то, кто чем занимался. Ну, по этой логике и я должен нести вину, а я вину не готов вести за то, что творит путинские клика и так далее. Но не готов. А вот воздвигать ответственность морально-политическую, историческую и другую, не то, что хочешь ты не хочешь, а придется. Санкции часть, часть этого процесса признания ответственности. Часть. Потому что, ну, не можем мы отслоить, отделить Россию от русских, Путина от русских. Ну, невозможно это сделать в условиях, когда Россия представлена им и этой властью. А русский народ безмолвствует. Он же своего не высказал мнения в отношении этой власти. Ну, я имею в виду ту часть, которая вроде как должна была бы ее высказать. Это гражданское общество. Это же не значит вся масса обывателей. Они говорят, нам страшно, нас посадят, нас убьют. Мы не хотим сидеть, мы не хотим разделить ее число Навального. Ну, всегда есть возможность уехать. Я, например, всегда призываю уехать. Если ты под риском находишься, то, конечно, лучше уехать. Убыть из страны, чтобы как раз снять с себя часть этой коллективной ответственности, в том числе и санкционной. Я действительно считаю тезис о том, что нужно ослабить санкции, даже снять санкции с русского народа. Это тезис ложный. Почему? Потому что невозможно отделить, вообще невозможно отделить санкции на народ и санкции на государство и страну. Ну, невозможно. А вот санкции, например, по госдолгу, 300 миллиардов, которые заморожены, это же ЦБ деньги, да? Ну, казалось, весь их заберут и передают Украине. Украина гораздо больше потеряла, не 300 миллиардов. Они же разбомбили, людей убили и так далее. А это против русского народа? Вот такие санкции тоже не надо применять? Или только вот с номерами на автомобилях нельзя въехать? В Европу на российских номерах и там ограниченное количество товаров, которые можно провести, против чего очень сильно размучались, кстати. Какие из этих санкций они предполагают, что на машине в Европу едет Красиков очередного человека убивать? Ну, или украинца убивать. А какие санкции недопустимы? Потому что едет обычный обыватель, который ни ухом, ни рылом, как говорится. Он не против войны, не за войну, он сам по себе. Где этот четкий критерий? А его сложно обнаружить, вы понимаете? И еще раз повторяю, в той же Германии нацистской, например, да тоже масса людей, было против. Кто-то из них смог выбраться, уехать в Америку. Например, видный нам хорошо известный писатель Ремарк, Томс Манн, Фихтвангер, знаменитая Марлен Дикторих, актриса. Роман у нее был с Ремарком. А, простите меня, а те, кто остался? А те, кто в Вермахте был? А в СС были? А в других местах? А те, кто обыватели растаскивали еврейские квартиры, когда из них вытащили и с окна сбросили, значит, всех евреев головой вниз? Ну и так далее. То есть, это бесконечное число. Опять же, мы не говорим о том, что люди должны, там, и пяти миллионов себе наложить или что-то. Мы не дождемся этого. А вот чего мы дождемся, это действительно вызвать посредством санкций и других мер возмущение, что, а почему мы так живем? Почему мы терпим эту войну? Почему мы терпим Путина и всю эту бандитскую клипу в Кремле? А может быть, нам надо просто самим взять судьбу в свои руки, что никто не приедет, никакой дядя Сэм ракетой нам Путина не уберет. Может быть, как раз ответственность русского народа в том, чтобы в один прекрасный момент, да, принести эту жертву, возможно, собственную жертву, в пользу того, чтобы изменить свою участь. Пойти и изменить власть. Да, да, конечно, это чревато огромными жертвами. Я не спорю. Под этот молот могут попасть кто угодно, абсолютно кто угодно. Но вот сейчас приехать фактически в Европу с учетом войны, идущей два с половиной года, и в качестве приоритета выдвинуть ослабление санкций, но в отношении, опять же, там же не говорилось в отношении Путина и так далее. Путин назван преступником. Я тоже хочу подчеркнуть, что отношения к военным преступникам, развязавшим войну, там нету сомнений в том, что все трое держатся этого мнения. Но вот приоритетом избрать не уничтожение этой путинской власти в Кремле, а вот как бы помощь русскому народу, но это явное ложное переориентирование целей. Но это не все. Это еще не все, потому что сейчас все сконцентрировали свое внимание на этой пресс-конференции. Если у меня смотрела комментарий Яшина, я боюсь ошибиться, мне кажется, телеканалу «Дождь» он включался, где он сказал, что он призывает и к переговорам, и остановке боевых действий. Его комментарий был очень похож на то, что говорит Явлинский. Ну вот это люди страдают, нужно любой ценой. Любой ценой, любой ценой. Мне кажется, что, ну вот, мне бы, например, наверное, уже сейчас там с Яшиным точно не о чем было говорить. Я бы его видела в неком диалоге, в баттле, не знаю, как угодно, с Вайтрексом, например. То есть русский-русский, один борется с оружием, а другой говорит все остановить. Ну вот, пожалуйста, он вышел и говорит, что надо вести переговоры. Ну, я, вы знаете, противник тех переговоров и в той форме, которые предлагаются. Сейчас общим местом является, действительно, давайте на любых условиях. Ну, во всяком случае, мы слышим это рефреном везде. Что время пришло, надо прекратить войну. Я-то глубоко убежден, что Путин не собирается никакую войну прекращать. Переговоры ему нужны как инструмент продолжения этой войны. Вот это важно понять. В любом форме, даже если он остановится там на четырех областях, плюс Крым, Крым он считает вообще своей. То война не прекратится. Равно как и добившись нейтрального статуса для Украины, это точно, сто процентов, война продолжится потом на следующем фазе, на следующем этапе. Ну, а это другой вопрос, мы его тысячу раз обсуждали. Моя позиция известна, новых тезисов я не назову, это понятно. Чем опасен тезис «Мир любой ценой»? Любой это какой? Любой это уступок? То есть дать диктатору, соблазнить его, так сказать, потрафить, потешить его желание, значит, к людоедским этим, его намерениям, значит, отнестись к снисходительности. Так мы же такое уже видели исторически, мы же такое видели. А вот тезис о любой ценой, да, ну, а де-факто, да, мы тут за переговоры, жизнь людей важнее, нам надо вот это, то, оно как раз и ведет к тому, что война продолжится. Людоед не может удовлетвориться малым. Вот в чем все дело. Чем больше его задабривают, тем больше он хочет сожрать. Вот это очень важно. Мир должен быть достигнут с жесткой ценой, да, быть может, взаимных каких-то компромиссов и уступок, но не односторонних, ни при каких обстоятельствах. То, что предлагается сейчас, это односторонняя капитуляция Украины. Понимаете? Я раз за разом задаю вопрос, что жертвует Путин? Чем он готов подманить, так сказать, международное сообщество, чтобы этого мира достигнуть? Он продает воздух, он ничего не предлагает. Если бы он сказал, да, я готов отводить войска, я буду отводить войска, но хотя бы есть диалог. Он бы мог сказать, да, я, конечно, понимаю, суверенитет Украины незыблемой, и та часть, которая останется в неоккупированной части Украины, пусть решает свою судьбу сама. Хочется она в НАТО, пусть идет в НАТО. Но уже можно вести диалог. А вы снимите санкции, ну и так далее. Но предлагается-то не это. А вы мне сдайте Украину. Разными словами, разными, так сказать, путями. Но он говорит именно это. Сдайте мне Украину. Я ее заберу, съем. А я за это не пойду дальше. Я не пойду в Европу. Я не пойду там в Польшу. Я не пойду в страны Балтии и так далее. И вот когда кто-то из русской оппозиции, из какой-то либеральной среды, начинает этот тезис эксплуатировать, ну, конечно, не так. А под видом любой ценой. Давайте остановим огонь. Давайте остановимся там, где есть. Начнем переговоры. За любой ценой. Люди прекратят гибн. Это значит, эти люди, кто сознательно, кто не сознательно. Я бакосознательно. Это в Кремле им разрешили такое говорить. Чтобы вы иллюзии не питали. Явлинского вызову. Он говорит, а я вот давайте вот вызову. Молодец у нас. Ну, иди, дай я тебе по щечкам потреблю. Иди, иди, иди. Ему дон на рублевке купили. У него нормально все. Он живет в Москве. Никто его не трогает. А кто-то просто из гуманистических, как им представляет соображение самых высоких. Ну, отсутствие войны лучше, чем ее наличие. Гибель детей и женщин хуже, чем если будет остановлено и не будет этих убийств. Понимаете? А я много раз говорил о свободе выше жизни. Вы знаете? А за что тогда солдаты умирают, если свобода не выше жизни? Ну, свобода нации, свобода страны, свобода, ну, так, как их понимает любой человек. Свобода выше, чем твоя жизнь. И если кто-то не ставит свободу выше своей жизни, ну, что это за жизнь такая? В концлагере? То есть дать возможность злу совершиться, дать возможность злу оказаться выше, как говорят, победить. Зло всегда выше, говорится. Зло выше. Но добро побеждает. А вот если дать злу совершиться, никого не останется, никого не останется. Путин людоед. Он всех сожрет. Сожрет и высорит. Ему все равно. Миллион, миллион, два, десять, сто. Ему все равно. И поэтому, если дать злу карт-бланш в виде того, что ты сторона, мы договариваемся, мы готовы уступить, поскольку понимаем, ты зло, и ты можешь наворотить еще больше дел. Но это ложный предлог. Ложный. Он обрекает людей на потерю вот той самой свободы. И мне кажется, что люди, вышшие из-за стенков, а они действительно там были, героически себя вели, вот в индивидуальном их героизме ни у кого не должно быть сомнений. Ни Яшина, ни Карамурзы, ни Пивоварова. Это действительно люди отважные, очень смелые. Они еще вчера могли быть убиты. Это вот как бы случай, что им удалось спастись. Но идейно вот они не дотягивают, понимаете, до понимания вот этой высокой миссии, в которой еще раз снова говорю. Украинцы это понимают. Свобода выше. Иначе зачем солдат погибает? Зачем молодой человек, украинский парень, не знаю, работал, трудился, учился, взял, пошел на войну, умер. Он за что умирает? За свободу своего народа. Больше ни за чего. А какие еще мотивы? Ты что, за зарплату что ли умирает? Эти за зарплату умирает. А здесь-то при чем зарплату? Куда ее возьмешь? А хорошо, а если этого не делать, то что тогда? Мы же видели, что происходило в Буче, в других местах. Поэтому, но это очевидный тезис. Это не к тому, что те, кто выступают против такого мира и такого перемирия, что они вот такие вот кровожадные. Мне частенько пишут боты, которых Кремль насылает на мой канал, что Фегин им только воевать чужими жизнями. Нет. 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 Это не так вопрос ставится. Я, во-первых, сам на этой передовой побывал и не раз в Украине. Поэтому мне тут пусть засунут, свернут трубочкой и в собственное очко забьют свои эти вот эти тезисы. А во-вторых, я еще раз повторяю, я понимаю, за что воюют украинские народы. Я понимаю, что это не просто земля, черноземчик там, границу туда-сюда двигануть. Нет. Нет. Люди воюют за свободу, чтобы самим выбирать, как им жить. Без всякого говна с Востока. Понимаете? Мы тут сами. Как можно против этот тезис спорить? Люди хотят сами жить. Хотят, чтобы их оставили в покое. За это они и воюют. За свободу фактически. И любыми словами это называют. К сожалению, либеральная оппозиция российская, ну вот она не дотягивает до понимания. Она не дотягивает. Там какие-то вот представления неких глобальных гуманистических ценностей. Да невозможно с людоедом о ценностях разговаривать. Знаете, как покойная Новодворская говорила, бесполезно предлагать тигру перейти на спаржу. Он человеченкой, ну как бы животинкой питается, понимаете? Его только можно уничтожить, хищника. Только уничтожить. Ничего другого. Нет там вариантов. Схватка началась, схватки, должен остаться кто-то один. Как в фильме горец. Один остался, чик-брык, чик-брык. Всех остальных порешал. Я останусь, как говорится, на высоте этой горы. А если Путин остается, то, значит, никакого шанса у Украины, ну такого хорошего шанса остаться независимой, суверенной страной, людям решать самим свою судьбу, ну не останется, не будет, понимаете? Не будет. Поэтому уступка чревата в конечном итоге смертью. Вот и все. Когда они вышли, я подумала, что у вас будет больше единомышленников. Когда они заговорили, я подумала, что нет, Фегин все-таки остается сиротой, потому что, ну у вас есть единомышленники, ну буквально пару, там, возможно, с Каспаровым, с Пономаревым у вас пересекаются взгляды, а все остальные это все-таки более мерзкое слово, да, либеральных взглядов на все, что происходит. Тем не менее, мы с вами уже и в прошлый раз начинали разбираться, что стоит в центре этого обмена. Конечно же, тут в Киеве за этим наблюдали с большим волнением и Washington Post писал о том, что в Киеве тревога на фоне этих переговоров, которые велись, как мы теперь знаем, не один год. Тем не менее, Джейк Салливан сказал следующее, что обмен заключенными не связан с возможными переговорами по Украине. Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатии по поводу войны в Украине. Тем не менее, Дональд Трамп поднял вопрос, кто же кому заплатил, что же там по сути получает, например, та же Российская Федерация или Америка. И, конечно же, не совсем он оказался прав, но где-то, наверное, чутко его не подводит, потому что появилась новость о том, что США отодвинули полную блокировку операций с Мосбиржей и российскими расчетными центрами на два месяца. Это то, что он был одним из последних решений, которые называли неплохим, но запоздалым. Тем не менее, вот сейчас мы знаем, что теперь это передвинуто на 12 октября. Я уж не знаю, это просто совпало по времени или это действительно могло быть одним из условий? Могло, могло, могло. И есть еще другие условия конфиденциальные. Но он, видите, Трамп все как бы огрубил, он сказал, за деньги вот что вы торгуете? Ну, конечно, там масса, ты где-то ослабил санкции, это же миллиарды долларов, вы же понимаете. Чуть открутил вентиль, там какие-нибудь по авиазапчастям мы такое видели, видели же, по запчастям для боингов, которые весь парк российский авиационный он из боинга состоит. Там без запчастей они просто не взлетают. Ну, куда их вентиль? Они разбирают старые боинги, из них берут запчасти и делают боинги, потому что никакие ту, там вот это сухие, которые падают, это суперджеты, это все. Ну, конечно, это тоже часть процесса переговоров. Конечно. Безусловно. То есть что-то уступает по этой части. Ну, это очень выгодный механизм, безусловно. Я-то всегда говорил, вы введите все возможные мыслимые и немыслимые санкции, которые даже придумать невозможно. А потом говорите, вот веди себя хорошо, мы тебе вот чуть-чуть послабление возьмем. Выходи из Украины, больше получишь. Там репарации заплатить, больше получишь. Ну, и так далее. Ну, то есть, понятно, это методом вот этого ниппельного там чуть-чуть и вот дрессировки такой. Ну, я всегда так говорил, а как бы метод, наверное, он в каком-то смысле так и действует. Потому что ты вводишь все больше санкций, а потом чуть-чуть ослабляешь. Еще вводишь, еще больше. Другой вопрос, что вот он говорит с Алимом, я изначально тоже так считал, что ну, как связывать переговоры, действительно долго идущие по поводу политзаключенных. И Навальный, как я говорил, 16 февраля, что его убили ровно из-за переговоров. Ну, точнее, ровно из-за обмена. Его бы убили все равно. Вот все равно бы его убили. Но в данном случае, в данном случае, конечно, его убили, чтобы не отдавать. Потому что как раз, ну, мы не знаем, может, Навальный бы приехал и сказал, надо ослабить санкции на ровке народа. А мог сказать, знаете что, меня травили, меня тут вот в каземате держали, в ПКТ, в ШИЗО и так далее. Да и еще конем. Все, давайте, создаем армию и дайте денег и будем людей всех, которые выезжайте из России и вот с другого конца будем заходить, чертовой матери, все разносить, чтобы камни на камень не оставить, пусть хаос. Могло такое быть? А я не знаю. Могло и не быть, а могло и быть? Не знаю. Я не буду утверждать. Сейчас мы уже не узнаем, Навального убили. И они не хотели этого. А здесь они, в общем, не боятся. Они приблизительно понимают, о чем будут говорить люди. И не имеют того веса, может быть, все трое, которые могли бы сейчас. Ну, а что бы они призвали? Давайте вступайте в ряды РДК и Легион свободы России? Не знаю. Может быть, и сказали бы. Ну, вы видите, не сказали. Другие придерживаются взглядов, либеральных взглядов, которые не предполагают обратиться вот так к насилию и всему остальному, что с этим связано. Поэтому я думаю, что все-таки он немножко лукавит. Я думаю, что Салливан лукавит в чем? В том, что все эти переговоры об обменах, они же идут параллельно и теми же людьми, которые ведут разговоры о возможных переговорах по Украине. Понимаете? И тот же Бернс, и тот же Салливан. Они же занимаются консультациями с Москвой. Да и не скрывалось это никогда. Чего сильно это скрывалось? Бернс встречался с Нарышкиным в Анкаре в свое время. Ну, они там созваниваются, говорят, через посла Антонову что-то передают. Ну, то есть идет процесс-то обмена идет. Поэтому, возможно, это и трактовать так, что это с украинским треком не связано и идет параллельно, а можно говорить так, что, ну, в рамках вот отношений демократов и Кремля есть какие-то договоренности более широкие, о которых мы не знаем, они конфиденциальны, они понятийны, если хотите. И по Украине тоже. И по Украине тоже. А иначе как это, скажите мне, Селиван публично заявил, вот мы просим Украину не бить по МПЗ. Был такое, когда в Киев приезжал? Это договоренность с Москвой или нет? Он нам может это рассказать? Ну, может и нет. Пусть он скажет. Нет, это не договоренность с Москвой. А на 100 километров дальше не бить от границы между Украиной и Россией, это договоренность с Москвой или не договоренность? А что взамен получили? Может быть, Гершкович получил? С Полом Уиланом? Мы же не знаем. Но переговоры такие идут. И взаимные уступки, и взаимный обмен, и взаимные какие-то компромиссы, наверное, там предусмотрены подобного рода отношения. И ведь заметьте, Москва, когда Навального убили, она попала в слабую позицию. В каком смысле? Ну, блин, ну вы что? Мы тут ведем переговоры, а вы взяли, прибили Навального. Ой, он сам умер. Ну, что вы горбатого лепите? Мы прекрасно не знаем, что они его грохнули. Они сказали, ну нам-то не надо, это вы можете там кому-то, но нам не надо, мы-то знаем, что вы его грохнули. Ой, ну грохнули, да, грохнули. Ну так дела не делаются, мы начали переговоры, вы в них вошли, зачем же вы его грохнули? Ну тогда не будет переговоров. Ой, мы вам больше отдадим, мы вам Крамурзу отдадим, Яшину отдадим, все, хочешь еще наберем, он с улицы, эй, эй, давай, набирай их, он с улицы хватает же, с кочелек, с этими этикеточками на полках, и этого Орлова, из мемориала, так сказать, давай, все, все, давай, все же невиновны, какая разница, один тысяча миллиард, поэтому на самом деле, Москва заинтересована была в этом обмене, и вот ее интерес я трактую так, что, наверное, это связано и с переговорами дальнейшими по Украине, и вот с этими нищечками параллельными, которые идут относительно 100-километровой зоны, куда нельзя американским оружием Украине бить за границу, так сказать, России, с НПЗшечками, с другими нищечками, наверное, как-то это тоже с параллельными, а почему нет? Конечно, формально они не пересекаются, трек отдельно, тут отдельно, здесь украинцы же не участвуют в обмене, а вот все же таки у меня представляется, что понятийно здесь эти вещи могут сопрягаться, могут вполне, почему нет? «Музыка» «Музыка» Академия